МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С праздником и вас, и всех наших телезрителей поздравляем. Очень приятно вас видеть в студии. Расскажите, пожалуйста, 8 июля. Традиционно у нас свадеб очень много и в крае, и вообще по всей стране проводится. Насколько это популярное число в этом году? Популярная дата? Вообще эта дата популярна у нас стала с 2008 года. Каждый год мы наблюдаем активность в эту дату, пик активности молодожены, независимо от дня недели, будний этот день, да, либо этот день, который всегда мы привыкли проводить в регистрации брака, пятница, суббота, всегда выбирают эту дату, потому что, ну, по поверью, по приметам, если в этот день заключить брак, соответственно, семья будет жить долго и счастливо, семья будет крепкой. А в этом году, благодаря тому, что празднику был присвоен статус официального указом президента Российской Федерации, мне кажется, она стала еще популярнее, хотя подача заявления на нее была еще открыта с прошлого года. Сегодня мы можем сказать, что у нас будет создано в крае 200 семей. Именно в этот день. А обычно сколько? Обычно в летние, в летние, ну, мы будем еще учитывать то, что это сегодня пятница. Обычно, конечно, у нас в субботу пик свадеб, но то, что сегодня количество пар, которые сегодня заключают брак, это характерно для субботы. Ну, иногда бывает, конечно, чуть больше. Как, насколько заранее нужно подать заявление, чтобы попасть в регистрации на задуманное число? Ну, так как у нас были изменения в законодательстве в 2018 году, и заявление на регистрацию брака можно подать за год до планируемой даты торжества. Это максимальный срок, минимальный срок – это месяц и один день. Молодожены на 8 июля в основном уже подавали заявление после Нового года. То есть в январь-февраль уже эта дата была, в принципе, закрыта. Ну, то есть чаще всего свадьбы начинают планировать за полгода, за полгода назначают дату, и ЗАГС идет в этом плане на встречу. За год еще немножко переживают молодожены. Ну, мало ли что может случиться за год. Полгода – это уже для них, кажется, не таким большим сроком. В принципе, и подготовка-то начинается за полгода. Это определение даты, определение кафе-ресторана, уже выбор свадебного платья. Это все начинается леторендировочно месяцев за 5-6 до торжества. Вот этот день, кроме того, что он популярен у молодоженов, как-то еще отдельно вы их поздравляете именно 8 июля с тем, что они создают свою семью в такой праздник? Ну, конечно, мы в этот день планируем, проводим свадебные торжества, регистрации брака по определенным сценариям оригинальным. В этот день у нас еще главными виновниками торжеств, которые проходят по всему краю, являются юбиляры супружеской жизни. Проводится совместно с администрациями муниципальных городских округов чествования юбиляров супружеской жизни с вручением медалей за любовь и верность. Ежегодно порядка 60-70 медалей вручается в крае, по всем регионам, это определенное количество. Эти пары выбираются, подбираются совместно орган ЗАГС, представители администрации. Это пары, которые прожили вместе более 25 лет, согласно положению о вручении медали за любовь и верность. Ну, в основном, конечно, внимание уделяется тем, кто прожил 50 и более лет. Это золотые юбиляры у нас, бриллиантовые и так далее. Вот они являются и почетными гостями, и торжественных регистраций, заключения брака, дают напутствие молодым в этот день. В некоторых отделах ЗАГС есть традиция вручать свечу, она как символ семейного очага. Зажигают свечу юбиляры и передают ее молодому поколению, молодой семье, чтобы их пламя семейное огорело долго. От тех, кто уже прожил 50 лет в браке, и вот свеча. Да, вот такое напутствие с передачей свечи. С удовольствием принимают участие юбиляры супружеской жизни такие семьи почетные в наших мероприятиях, вместе со своей семьей, со своими родственниками, учитывая то, что предыдущие два года все-таки была пандемия. Не проводились такие, да, праздники? Они проводились, но не такие многочисленные, как ранее были. Сейчас буквально в последнее время были сняты ограничения, и мы сняли ограничения и по количеству гостей, присутствующих как на регистрациях брака, так и на церемониях имянаречения и чествованиях юбиляров супружеской жизни. Соответственно, все гости, все родственники, кто хочет присутствовать на этих мероприятиях, они присутствуют в органах ЗАГС. Данные мероприятия проводятся не только в стенах отделов ЗАГС, но и в домах культуры, в ДК, в парках различных, в скверах городов, районов, края. То есть масштаб большой принимает это мероприятие, то есть идет шаг, шагает по планете праздник. Так, ну еще, насколько я знаю, у нас в этом году и невесты бежали куда-то в Железноводске. Заводске это тоже мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности, или это к чему-то другому оно было приурочено? Да, действительно. И все, что касается невест, это вот к ЗАГСу. Ну да, действительно, в этом году у нас был совместный план, составлен с администрациями городских и муниципальных округов. Этот план опубликован у нас на сайте, чтобы все могли ознакомиться, какие будут мероприятия у нас в крае в рамках Дня Семьи, Любви и Верности. Забег невест – это одно из мероприятий, причем оно уже стало традиционным, именно в городе Железноводске. Бегут невесты, Забег невест он называется. В этом году он прошел 3 июля. Мероприятие очень популярно среди невест. Они с удовольствием участвуют, то есть представляете, полностью в том облачении, в котором они вступали в брак. Насколько я знаю, только, может быть, обувь им разрешается сменить. Вот я хотела спросить, обувь тоже свадебная должна быть? Обувь разрешается им сменить. Вот они бегут определенное расстояние и выбирается самое лучшее из них. В прошлом году, ну, не совсем к 8 июля, у нас, допустим, был парад невест, но это было в рамках открытия свадебного сезона. Но такие мероприятия, ну, как вы говорите, все, что касается невест, обычно всегда и соотносят с отделами ЗАГС, но и мы не отказываемся от этого. Все, что связано с невестами, с юбилярами, с молодоженами, с детьми родившимися, это, конечно, все привыкли, что такие мероприятия проводятся в органах ЗАГС или с участием представителей органов ЗАГС. Как много свадеб уже сыграно в Ставропольском крае с начала года, ну, вот за этот весь период, уже подводили какие-то цифры, считали? Буквально несколько дней назад мы подвели итоги за первое полугодие текущего года, сыграно уже 5,5 тысяч свадеб, зарегистрировано 5,5 тысяч браков. Мы надеемся, сейчас мы стали выходить на период до пандемии, то есть увеличение наблюдаем, небольшое количество браков. Обычно, как мы всегда видим статистику, да, какие у нас самые популярные, какие самые популярные месяцы для свадеб? Это июнь и сентябрь. То есть с июня по сентябрь, вот он период у нас, как мы называем, летний, осенний период, вот этот, когда играют, когда молодежёны выбирают дату бракосочетания, и в этот день как раз проводится регистрация. Ну, самое популярное – это июнь и сентябрь. Июнь – это всплеск после мая, когда в мае, весной вроде бы ещё прохладно, погода не позволяет, да, может быть, наряд какой-то свадебный. Много причин, да, считается, что стол накрыть дешевле летом. Согласна, да. Затем идёт май, который, опять же, по поверьям, да, если бы не маялась, не маялась. Да, женишься в мае, будете маяться. И вот наступает июнь, и мы всегда наблюдаем всплеск в первые недели июня, всплеск количества регистраций. Ну, и сентябрь уже, полагается, не совсем жарко. В принципе, и природа ещё, то есть, ну, листики ещё зелёныши. Фотографии красивые получатся. Фотографии красивые, да. То есть, как бы… Если продолжить разговор о свадебной моде, вот по-прежнему популярно играть в большие свадьбы, приглашая всех родственников, знакомых и малознакомых людей, или это уже уходит в прошлое? Вот как вам кажется на ваших глазах? Вы знаете, я могу сказать то, что… Бывают действительно у нас многочисленные свадьбы. Конечно, мы их давно не видели уже опять, исходя из того, что были годы, да, определённые ограничения. Ну вот, допустим, там в 19-м, в 18-м году, исходя из того, какое количество гостей у нас присутствует на регистрации, соответственно, такой и даже плюс ещё больше будет присутствовать далее в ресторане, в кафе. А это минимум там 20-30 человек, ну и максимум это уже свыше 50 до 100 человек. Но это опять из того, что мы видим по присутствующим гостям, да, видели по присутствующим гостям. Сейчас мы возвращаемся. Я смотрю, что уже и на регистрацию приходят больше, так как мы сняли ограничения. И сейчас могут уже в любом количестве гостей прийти на регистрацию? В любом количестве гостей могут прийти на регистрацию брака, да. Вот вы уже рассказали про самые любимые месяцы у молодожёнов, а что касается красивых дат, кроме 8 июля. В этом году какие ещё даты выбирали или выбирают молодожёны? Самая популярная у нас дата была с начала года, это 22 февраля. 22.02.2022 в этот день вступили в брак 350 пар. Для февраля это очень много? Да, это очень много для февраля, да. Конечно же, популярной была дата преддверия Красной Горки, это 30 апреля, тоже порядка 250 пар выбрали эту дату. Как я уже сказала, 8 июля одна из самых популярных дат. И следующую популярную дату, которую мы ждём, это 22 июля, 20.07.2022. Тоже подано около 250 заявлений на регистрацию брака в этот день. Я понимаю, что статистика часто не отображает того, что есть на самом деле, но тем не менее, в каком возрасте чаще всего женятся Ставропольцы? Какой возраст для девушек, для молодых людей? Есть у вас эти данные? Да, мы следим также, нам тоже интересно, мы следим, анализируем. Но я хочу сказать, что за последнее десятилетие, наверное, увеличился возраст вступающих в брак примерно где-то на 2,5-3 года. Если ранее для девушек средний возраст был где-то 24, 23-24 года, для мужчин 27-28, то сейчас это 27-30 лет. 27 для девушек, 30 лет для мужчин. Но, как говорится, знаете, любви все возрасты покорны. Верхней планки нет? Верхней планки нет. У нас есть и возрастные молодожены, которые вступают в брак, и в 90 лет, как было у нас в прошлом году. А в этом году какую самую взрослую пару поженили? В этом году сама взрослая пара невесте исполнилась 86 лет, ну и жениху чуть меньше, чуть меньше. То есть сама возрастная, это была невеста 86 лет. В прошлом году у нас жениху было 91 год, а невесте 81. Но были какие-то истории, или, не знаю, доходят они до вас или нет, которые вас лично удивили, что, может, рассказывали молодожены? Просто очень интересно спросить. Ну, знаете, у каждого своя интересная история. Но кто-то, чтобы вас, наверное, удивить, это же не так легко. К сожалению, сейчас в основном я не общаюсь с молодоженами непосредственно, а с ними общаются специалисты отделов ЗАГС, которые принимают заявления, и действительно очень много, буквально из последних, когда молодожены приехали на байки в отдел ЗАГС, это был отдел ЗАГС по городу Ставрополь, и вот как раз коллеги поделились их историей о том, как они познакомились, вместе работали в одной организации в Ставрополе, и жених, значит, парень, да, ему понравилась девушка, и пригласил ее подвезти домой на байки. Она отказалась, потому что никогда не ездила, и ей было страшно. А он подумал, что отказалась, ну, значит, я ей не нравлюсь. Но все-таки он очень настойчивый был, и все-таки на второй или на третий раз она согласилась с ним поехать, и в конечном итоге теперь они вместе рассекают. Она, значит, у нее есть права, получила права, и в ЗАГС они приехали на том байке, на котором впервые он ее прокатил, соответствующий наряд у них был подобный. То есть платье было, да, оно белое, платье невесты, но оно было удобное для езды на мотоцикле. Очень много разных историй, конечно, тут уж сразу и не вспомнишь все. В основном это, конечно, касается истории знакомств, вот как они познакомились, у кого-то эта история длилась несколько лет, да, встречались, расставались, снова встречались, и в конечном итоге приходили в орган ЗАГС. Вот они же не просто так рассказывают вам те же истории знакомства, не просто так дается молодоженам вот тот месяц до заключения брака. Вот я знаю, что отделение ЗАГС проводит некоторую работу, разговаривают, вот чтобы предотвратить большое количество разводов. Вот расскажите подробнее об этой работе, ну, может, она не такая, как у меня в голове, на самом деле. Ну, действительно, вы правы, потому что все-таки количество расторгаемых браков в последнее время не совсем нас радует. Статистика, в принципе, и по России такая же, как и в крае, то есть количество расторгаемых браков растет, и мы наблюдаем, что в период, допустим, зимы и осени, то есть первый и четвертый квартал, количество всплеск расторжения идет, а летом всплеск браков у нас идет. То есть летом женятся, а осенью разводятся. Да, ну, и это не обязательно один и те же пары, которые летом зарегистрировали брак. Да, ну, вот так. И, к сожалению, статистика не совсем нас радует. И когда мы действительно разговариваем с парами, ну, опять, мы разговариваем с теми парами, которые пришли в отдел ЗАГС расторгать брак, а это те пары, у которых нет несовершеннолетних детей. А, то есть вы работаете только с парами, которые уже хотят подать на развод, не с теми, кто хочет пожениться? Мы работаем и с теми, и с другими. Сначала мы работаем с теми, кто подает заявление, и приглашаем и психологов, и духовенства, проводим с ними различные мероприятия, для того, чтобы все-таки, создавая семью, они осознавали, что это действительно важный шаг в их жизни. Ну, и, конечно же, потом уже мы, ну, даже не потом, а вообще, в принципе, одновременно мы работаем и с теми парами, которые приходят и подают заявление на расторжение брака. То есть эта работа одновременная проводится нашими специалистами. В последнее время, конечно, увеличивается количество расторжений браков среди тех пар, которые прожили не так много лет, допустим, до трех, ну, может быть, пяти лет. И все-таки тут нужна какая-то проводимая работа, не только нами, но совместно с другими организациями. То есть это тот срок, на котором чаще всего разводятся или нет? Это на который, ну, можно так сказать, что большой процент пар, которые не выдерживают первые годы совместной супружеской жизни, не пытаясь договариваться, не пытаясь разговаривать друг с другом, а просто проще им подать на развод и разойтись, и не вспоминать друг о друге. А какая в целом статистика по разводам в этом году в Ставропольском крае? За первое полугодие около пяти тысяч у нас уже расторгнуто. Это на какое количество браков? Это на небольшое количество браков, порядка там, может быть, разница в триста, в четыреста. То есть в этом году больше разводились, чем женились? Это сейчас мы, знаете, берем пока статистику за первое полугодие, потому что обычно всплеск браков у нас идет летом, так как мы зимой и весной не такое большое количество браков, как летом и осенью. И к концу года мы выходим на другие цифры выше. То есть всегда у нас количество браков превышает количество разводов, ну, на достаточно такие цифры. А чтобы оформить расторжение брака, пара указывает причины развода? И какие это чаще всего причины, если они до вас доходят? К сожалению, причины заявлений, установленными формами заявлений, не предусмотрено указание причины расторжения брака. Но мы проводим небольшие экспресс-опросы среди пар, которые соглашаются пройти эти экспресс-опросы, чтобы определить, какие же это все-таки причины. Ну, какую-то закономерность, чтобы понять. И, конечно, среди первых причин идет алкоголизм, наркомания, измена. И только потом, несогласие во взглядах, несоответствие какое-то. И только потом идут финансовые какие-то проблемы, материальные проблемы. То есть для меня это тоже было удивительно, что материальная вот эта потребность, она не на первом месте. Нет, на первом месте другое. Несоответствие во взглядах, измена, алкоголизм. То есть тут тоже нужно. А тоже, опять-таки, есть цифры, какой процент брак семей с детьми распадается, а какой процент без детей? Да, мы это видим, исходя из статистики, которая есть у нас. Как я уже сказала, что в органах ЗАГСа расторгают брак. Ну, если детей нет в семье. Да, если детей нет, несовершеннолетних детей нет. Это 20%. 80% к нам приходит с решением суда. То есть это те пары, у которых практически у всех есть несовершеннолетние дети. Ну, или пары, которые разводятся в одностороннем порядке, если у них нет детей. Это 80% и 20%. 20% это тот малый процент, который мы можем охватить, разговаривая с ними, может быть, убеждая, как-то беседуя. А 80% это уже, когда граждане пришли с готовым решением, то есть уже брак расторгнут в судебных органах, и нам остается только зафиксировать этот факт на бумаге. Если пара хочет развестись, что вы говорите, будут ваши сотрудники, кроме того, что подумаете, может быть, еще? Ну, во-первых, действительно, им дается месяц. Они подают заявление, и месяц, они еще думают, через месяц только назначается им дата регистрации расторжения брака. Радостно для нас, когда они не приходят в тот день назначенный, потому что перенести нельзя уже там на следующий день. Так, знаете, проводим, не просто разговариваем, мы еще проводим различные мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, причем мероприятия мы проводим совместно с психологами, с представителями духовенства, с представителями общественных организаций. То есть это какие-то коллективные мероприятия, да? Собираются пары, приглашаются специалисты? Да, это психологи, которые проводят, возможно, различные тестирования. Когда у нас проходит акция ЗАГС «Стопразвод» в ноябре, обычно мы ее проводим в течение месяца, когда мы активно занимаемся пропагандой, и именно эта пропаганда семейных ценностей направлена на те пары, которые пришли к выводу, что их семья не может уже больше существовать. То есть и не без разводов проводим, и психолог с ними работает, тестирует их, и беседуем мы, пытаясь убедить их, что все-таки можно поговорить, договориться. Потому что действительно, когда пары молодые и прожили совсем малое количество вместе, возможно, какое-то недопонимание возникло в бытовом плане, которое может быть решено путем хотя бы друг друга выслушать. Кто не помыл посуду. Да, друг друга просто выслушать эти претензии взаимные. И в течение этого месяца, ноября, вот у нас порядка 10% пар, они либо забирают, ну у нас нет такого понятия «забрать заявление», они просто не приходят в назначенный день на регистрацию расторжения брака. Елена Сергеевна, давайте к более приятной теме перейдем. Потому что ЗАГС у нас занимается также регистрацией родившихся детей. Сколько малышей в этом полугодии уже появилось у нас в Ставропольском крае? Всегда регистрация рождения у нас занимает треть от всего количества актов. И за первое полугодие зарегистрировано уже 12 тысяч ставропольчан маленьких, родившихся детей. Опять-таки это много или мало? С чем мы сравниваем? Если мы сравниваем, берем периоды, допустим, начало двухтысячных, это уменьшилось количество. Но и опять, знаете, когда мы начинаем рассматривать далее вглубь истории, то есть сейчас у нас период идет, когда вступают в брак те дети, которые родились в 90-е годы, а в 90-е годы мы наблюдаем демографическую яму. И, соответственно, эти же дети, вступая в брак, они рожают детей. Соответственно, уменьшается количество... Меньше родителей и самих, соответственно, меньше детей. Да, уменьшается и количество браков, соответственно, и количество детей. То есть вот пока мы еще находимся в этом периоде, но все-таки это тоже достаточно хорошая цифра, потому что сейчас очень много и многодетных семей у нас, идет и третий, и четвертый ребенок. Из этих двух тысяч скольки еще вы сказали? 12 тысяч. Из этих 12 тысяч как много мальчиков, как много девочек? Второй год мы наблюдаем равенство между полами. Да, 6 тысяч мальчиков, 6 тысяч девочек. Про двойняшек, тройняшек не могу не спросить. Конечно. Удивили семьи. В этом году у нас зарегистрировано 128 пар двоен и две тройни. Ух ты! За первое полугодие две тройни. Я слежу обычно за статистикой тройняшек, и это две тройни, это много для этого полугодия. Что касается имен, какие имена выбирают Ставропольцы в 2022-м? Родители, вообще граждане, заявители, как так ответственно подходят к выбору даты регистрации брака, а также ответственно подходят к выбору имени ребенка. Когда у них рождается ребенок, хочется им, чтобы имя ребенка выглядело оригинально, может быть, на фоне других, но мы почему-то не задумываемся о том, что красивое имя в свидетельстве, необычное, как потом ребенку будет с этим жить, с этим именем. А у вас есть какие-то ограничения в выборе имен? Оно должно содержаться в некой книге, которая хранится в ЗАГС? Или это может быть любой набор звуков? Нет, ограничения действительно есть. В семейном законодательстве внесены изменения несколько лет назад о том, что запрещено использовать цифровые численные значения, запрещено использовать титулы, ранги, должности, типа князь, царь при выборе имени. Пока вот так. То есть не все, конечно, охвачено, потому что иногда действительно бывает вроде бы... То есть свободно для творчества у родителей по-прежнему остается, они пользуются. И что выбирают? Чаще всего, ну, у нас популярные имена, они уже несколько лет являются популярными. Это среди мальчиков. Это Александр, Михаил, Дмитрий, Артем. Среди девочек это, конечно, София, Мария, Анна. Есть у нас и редкие имена, то есть есть родители-оригиналы. Вот в первом полугодии мы отмечаем среди мальчиков Ставрос, вот удивило меня имя, Велидар, Итан. Среди девочек это Лукерия, Ария, Соломея, Филарета и Веринея. Ну, как бы на слух очень оригинально и красиво звучит. Красиво, вот точно. Веринея будет одна в детском саду. Это точно. Лукерия, я думаю, тоже. Лукерия это вообще какое-то идет такое старое... Ну, что-то старое сморянство, по всей видимости. Да, да, да. Я хочу сказать, что развитию качества предоставления услуг уделяется большое время, в том числе и предоставление услуг по рождению. Я не говорю о том, что у нас открыты в крупных родовспомогательных учреждениях удаленные рабочие места, когда мамочка непосредственно в роддоме получает документ. Буквально несколько дней назад мы зарегистрировали первое на Ставрополье рождение дистанционно. То есть мамочка подавала заявление через портал госуслуг и документы получила также. Но она изъявила желание получить бумажный носитель, но в ближайшем будущем она может пользоваться той выпиской, которую она получила спокойно во всех органах. И все данные ребенка автоматически были переданы во все необходимые органы. То есть автоматически, если она имеет право, она получает материнский капитал. С НИЛС автоматически формируется, различные выплаты, которые ей положены. То есть буквально недавно у нас совместно с Минздравом была проведена работа, и у нас получилось сделать первое рождение дистанционно. То есть теперь может любая мама пожелавшая... Да, не обращаясь. То есть если она выразила согласие в письменной форме, а представители медицинского учреждения выдают ей медицинскую справку о рождении, в электронном виде она поступает ей в личный кабинет портала госуслуг, далее она отправляет эту справку в отдел ЗАГС, который она выбрала, которым хотела... Также все по электронной почте? Да, все в электронном виде. И потом в удобное, в любое удобное время можно получить бумажный аналог документа, да? Если она хочет, да. Если не хочет, ей достаточно вот этой выписки. Но мы еще не привыкли. Выписки очень популярны в Европе. Мы еще к этому не привыкли пока. Но я думаю, это в ближайшем будущем. То есть все у нас будет в электронном формате. Быстро, удобно. И что еще нужно? Спасибо вам огромное за этот рассказ, Елена Сергеевна. Всегда рады вас видеть в нашей студии. А всех телезрителей хочу еще раз поздравить с Днем Семьи, Любви и Верности. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». Меня зовут Анна Поляруш. Оставайтесь на своем. «Актуальное интервью» Актуальное интервью Продолжение следует...